Котельнический уезд всегда славился своими тружениками села, рассказывает директор музея крестьянства поселка Ленинская искра. В годы Второй мировой войны тут даже фотосессию своеобразную провели. Запечатлели для истории самых достойных. Правда, про историю вот этой фотографии много лет ничего не было известно. Только недавно Татьяна Медведева узнала, что героя на ней зовут Дмитрием Шалагиновым, а совсем недалеко, в деревне Осинки, живет его внук. Выращивают сами хлеб, пекут хлеб, занимаются натуральным хозяйством. Время в доме Шалагиновых словно замерло. Как и век назад, в их транспортном средстве одна лошадиная сила. Каждое утро глава семьи запрягает повозку и отправляется на работы в поля. Вспахать, посеять, скосить, вывезти. Сами же и муку делают, и масло сливочное взбивают. Дочку Машу Леонид пока много работать не заставляет, все больше сам сложными работами занимается. Жена по хозяйству. Главное, чтобы все делалось своими руками. Я не встречал компьютера, который бы при нажатии на кнопочку стакан парного мука выдавал. В мир старообрядец выходит редко, в основном за сахаром да солью. Но прокормиться зимой, чем Бог послал, хватает. На лошадь кафе мы сейчас встанем и перекрестимся. Своя крупа, своя мука, свой хлеб. Семья Шалагиновых придерживается старообрядческих обычая всю жизнь. Жить на земле можно и нужно. Не будет, христиан я уже говорил, не будет России. Пример берет с деда на семейном коллаже. На стене та же фотография, как и в музее. У него еще дочь жива, в Урлове живет. Родная дочь. Я ему внук. Отец мой, сын его. Отец Леониду рассказывал, предки выгонцы из Дона на север ушли после восстания Пугачева. И только труд спас тогда людей от голода. А сам хотел бы, я вот к кому, с кем рядом уже и с Агафией Лыковой. Она просит, кстати, помощи. За 11 год газета так. Она на два года старше, наверное, 45-го года. И живет одна. В мир она не хочет идти. Дома только книги и газеты. Ни телевидение, ни радио проводить не собирается. А хозяйство увеличить мечтает, если Бог людей в помощь пошлет. Ирина Сырцева, Максим Колбин, Антон Мамаев. Бюро новостей Давича.